Павел Николаевич, уходит 2020 год, и нам бы хотелось узнать, какие события лучше, больше всего запомнились, какие хорошие, какие плохие. Подводя итоги уходящего года, конечно, можно сказать, что это был не лучший год ни в истории совхоза, ни в истории, я думаю, нашей республики, района, области. Да, это очень тяжелый с точки зрения общей ситуации со здравоохранением, образованием, это тяжелый год для нас, для предприятия, потому что, конечно, к обычным для нас, в общем-то, климатическим невзгодам, которые происходили с определенной периодичностью, еще и на нас наехали вот эти вот рейдеры, плюс к этому, к сожалению, они поддержаны властью, потому что власть областная, власть местная, после того, как не стало сельского поселения, конечно, сделало все для того, чтобы усложнить жизнь не только коллектива, но вообще всем жителям нашего поселка, а мы, в общем-то, неразделимы. Все мы здесь живем, наши дети ходят в детские сады, в школы, в дворцы культуры, именно на этой территории. Поэтому все, что делала местная власть, при поддержке областной, это однозначно, это все не могло улучшить климат, не политический, не просто социальный климат на территории. Мне кажется, таких наездов не было раньше. Ну, вот поэтому я и говорю, что это был худший год в этом смысле. Дикие какие-то просто люди. Ну, понимаешь, как это же все складывается вот в одну цепь, цепь рейдерского захвата предприятия, они пошли через вот эти вот властные структуры, через муниципалитет, через областное правительство, через суды, через прокуратуру, через ОВД, потому что это первый случай, беспрецедентный случай, когда на наших работников, которые выполняли свою работу в рабочее время, стали возбуждать уголовные дела за то, что они выполняли собственную работу. То есть они сами ремонтировали забор, но из-за этого их решили привлечь к уголовной ответственности. Поэтому это беспрецедентно. Но вообще надо сказать, что если раньше, когда меня спрашивали, как у вас дела в совхозе, я говорил, все отлично. Теперь, к сожалению, должен сказать, все как во всей стране. Потому что мы оказались в ситуации, как, в общем-то, вся страна, потому что, а куда делись эти совхозы, десятки тысяч совхозов-колхозов, куда делись огромное количество промышленных предприятий. Они просто попали в ту же ситуацию, что мы сейчас испытываем, но несколько раньше. И поэтому история колхоза Гойка Владимировича, коммунарки, уже полностью 21-го подсъезда и частично московского, то есть таких хозяйств, которых городилось не только наш район или там область, а вся страна городилась этими хозяйствами. Вот сейчас по этому пути решили нас заставить пройти. А мы знаем результаты. К сожалению, это уничтожение всех госпроизводств, потери рабочих мест, полная деградация не только земли, но вообще всех территорий. Ну и то, чего мы сейчас хотим избежать, это тотальная застройка бомжатниками, которые, к сожалению, потом нерадости жителям, которые там живут, не удовлетворение территорий не приносят. Это экологические проблемы, это проблемы транспортные. В общем, все-все-все проблемы, которые сейчас можно увидеть на землях колхоза Горького, Владимировича или других землях, захваченных когда-то этими райдерами. Из негативного, хочется о позитивном, честно, о негативном не хочется говорить. Из позитивного, слава Богу, мы живы. Слава Богу, несмотря на, конечно, очень тяжелое время, у нас с точки зрения производства все хорошо. Мы преодолели все трудности и продали практически все, что мы произвели, я имею в виду землянику, которую нам мешали продавать. Мы в некоторых местах увеличили производство, хотя реальные доходы населения падают уже седьмой год подряд, и это не способствует развитию бизнеса. Наоборот, мы видим, как многие предприятия, которые, партнеры наши, которые рядом с нами работают, они закрываются, проходят процедуру банкротства. Наши оппоненты очень сильно хотели, чтобы мы попали в процедуру банкротства и начали испытывать финансовые трудности. Они сделали для этого все. Даже посидели вам миллиард, насколько. Ну да, но не шла на это. Мы сейчас находимся, скажем так, в более-менее нормальном состоянии. Мы в этом году достигли средней зарплаты, если не считать вот этих топ-менеджеров, так называемых у нас, их 8 человек, и иностранную рабочую силу, я имею в виду тех людей, которые приходят нам подемщиками, работают в какое-то определенное время, то средняя зарплата в совхозе составила 99 757 рублей. То есть это 100 тысяч. Если просто все считать, то в среднем зарплата 100 тысяч рублей, это очень хорошая зарплата, я считаю, для сельского хозяйства. И мы практически выполнили то, что задумывал директор, руководство совхоза несколько лет назад, чтобы дойти до этой... Если бы еще и курс доллара был адекватным, а не таким завышенным... А вы зависите от него как-то? Ну, мы от него не зависим. Я когда-то своей целью поставил задачу, чтобы средним работники без руководителей получали 2 тысячи долларов в месяц. То есть это нормальная, европейская заработная плата для сельхозпроизводителя. К сожалению, из-за курса нам это не удалось. Потому что если бы курс был старый, тот, который был в конце 2014 года, когда произошли вот эти события с дефолтом фактически, мы бы сейчас жили в сумме уже больше, чем 2 тысячи. Но несмотря на это, у нас одна из самых высоких заработных плат. Мы в этом году добились того, что все-таки задали бассейн, который очень долго строили, опять же, из-за противодействия областных властей. И это гордость, которую мы можем любого привести. Любой человек скажет, слушай, такого я не видел. В России такого нет. Да, в Европе такие бассейны есть, а в России, может быть, в частных владениях где-нибудь или в пятизвездочных гостиницах. Да и то вряд ли. А у нас это есть. Потом мы добились определенной стабильности. Несмотря на то, что коллектив испытывал очень большие сложности, фактически никто, даже наоборот, у нас все время требуется, требуется, требуется. То есть, желающие прийти к нам, люди, которые хотят устроиться на работу, они их гораздо больше, чем те, которых мы можем принять. И никакой вот этой вот текучки кадров у нас нет. Наоборот, у нас стабильность. Мы, кстати, подводили итоги. Торжественное собрание, посвященное Новому году. И одновременно мы празднуем День работника сельского хозяйства. Вы там были, видели, сколько наград получили наши работники. И из Министерства сельского хозяйства Московской области, и из Московской областной думы. И у нас заслуженные ветераны. То есть, люди, которые проработали 20, 25, 15 лет в совхозе. Это уже такой коллектив, который может решить любые задачи, которые перед ним поставят. Есть уже династии даже, да? Ну, слушайте, династии... Кроме нашей? Нет, у нас же много этих династий. Причем они очень распространены. Но это всегда было в сельском хозяйстве. Потому что жили в селах, в деревнях, ну или там в рабочих поселках. И куда идти работать, если зарплата хорошая, если у тебя перспектива развития. И поэтому дети наших сотрудников, внуки наших сотрудников. Это основа трудового коллектива. Поэтому династия, третье, четвертое поколение, которые работают уже, а совхозу еще раз 102 года, которые работают не одно поколение, работают в совхозе. Их очень много, этих людей. Поэтому моя династия, наверное, одна из самых, ну, скажем так, крупных, но не самая крупная. А кто замы? Честно, у нас были династии, вот, кстати, замдиректора по экономике, по финансам Ефимова. У нее папа, мама, брат, значит, родители, ну, то есть бабушка и дедушка, они все работали в совхозе. Вот. И таких очень много. Потому что, ну, а что? У Людмилы Ивановны папа был тектористом, мама рабочая в поле. Ну, брат, он тут, наверное, заработал компьютерщиком. Ну, и потом у них куча братьев и сестер, там, я просто, я даже не под Смирнова Александра, отчество не помню. Значит, она его, и ее тетя, значит, она тоже всю жизнь проработала в совхозе. Таких династий очень много. Вот. Поэтому мы можем смело сказать, что у нас коллектив, который, если у нас эти враги, а я их называю иначе как оккупантами, не завоюют, значит, тем более, что оккупантам никогда не должна помогать действующая власть, она просто через судебную систему, через правоохранительные органы, через судебных приставов, она практически не то, что им потакает, она просто за них захватывает предприятия. Павел Николаевич, ну, вот это как раз и больше всего обращает на себя внимание и возмущает. Вот принятое решение о беспочтительных мерах по поводу совхозного дома культуры, это просто, ну, первое, что бросается в глаза, что суд общей юрисдикции принимает решение в отношении двух юридических лиц. Это указывает на какой-то правой дефол в стране. Вам так не кажется? Вы не замечаете этого? Давайте, мы сейчас про Новый год, про итоги. Ну, значит, одно из судебных решений, оно не, скажем так, не самое главное. На протяжении уже всего вот этого прошедшего года судебный беспредел, который творили по отношению к совхозу, к руководителям совхоза, он уже стал притчей выизваться. И поэтому, ну, одно из дел, да, судья отвязалась по полной. У нас есть такое понятие уже, видновское правосудие, которое не смотрит на федеральные законы, не смотрит на то, как вообще, что может судья, чего он не может. Ну, просто конкретно чувствуя о том, что это безнаказанность полная, они в очередной раз нарушили закон. Ну, и что теперь с этим делать? Это общая тенденция. Да, и знаешь, как, надо же думать о будущем, а в будущем мы надеемся, что пройдут выборы в Государственную Думу и заберут совершенно другую Думу. Дума начнет отменять те законы, которые являлись уже, навязывали у всех на языке или там оскомину набили. Это не только вот эти вот преследования за использование интернета, ну, там много чего там можно перечислять. Это еще и в том числе пенсионные реформы, которые нужно отменять. А судьи начнут все-таки не назначаться, а выбираться, особенно на местном уровне. И тогда можно будет хоть как-то влиять на, ну, опять же, если не три дня и на пеньках, потому что выборы тоже познаем, что такое сейчас, особенно последние выборы, которые проходили. Ну, по крайней мере, есть какая-то надежда, что судьи начнут более адекватными быть. Потому что судья, если честно, от народа не зависит вообще. Она зависит только от тех, кто готовит справки на судью. А это, к сожалению, Федеральная служба безопасности, которая готовит справки и президент, который подписывает, ну, администрация президента, который принимает решение, достоин от судьи, а не достоин. У нас вот сейчас, после Нового года, начинаются там массовые мероприятия для детей на прудах. Это позитив. И никто же не спрашивает, за какие деньги, почему, как. Но вот то, что 20 человек, работников Центра культуры, перешло к нам, именно самые работоспособные, самые лучшие работники, но потом 19 мы и так и так бы не взяли, потому что это просто люди, чиновники, которые заполняли отчеты, они вообще никому не нужны. И там 7 человек, которые, может быть, мы бы взяли, но они решили остаться в муниципальной службе. Ну и бог с ним. У нас очередь стоит из людей, которые хотят прийти к нам на работу, именно заниматься с детьми. И у нас очень хорошие условия, гораздо лучше, чем в муниципальной службе. Это позитив. И то, что люди нас поддерживают, это позитив. И то, что мы дальше будем развиваться. Вот звонил тут на них и говорил, слушайте, вы нам все-таки дайте разрешение на пристройку к школе. Мы опоздали на 2 года, но мы все равно добьемся своего и получим разрешение, пристроим к школе, к лучшей школе, еще лучше, с обсерваторией, корпус, со всеми там делами, слушаем ноу-хау, который есть в мире. И это позитив. И не будет никакого дистанционного образования. Мы сделаем так, что у нас будет обязательно очное образование. мы подчиняемся законам, но придумаем. Мы же с тобой придумали, как, например, проводить мероприятие со сложностями, елку в бассейне, елку на улице, везде, и рождественские гуляния. Мы все проведем. И люди будут чувствовать, ты видел, какой позитив на горке, какой позитив на катке, какой позитив у нас в зеленичном городе. Ты посмотри, как дети радуются в агротуризм, когда приезжают. И на лошадях, и на паровозике. ну что, только их не катают. И это позитив. И можно в мелких делах делать позитив. Поэтому приди в детский сад и увидишь, какие счастливые дети в совхозе имени Ленина. И мы боремся с теми, кто хочет это разрушить, и побеждаем. Три года они пытаются нас сажать, и ничего не получается. И дальше подарятся сволочам. Не дадимся. Поэтому это позитив. А ты, ну да, в стране пока нельзя чему-то там порадоваться. Все больше и больше эти толстые чиновники хотят отнять у людей. Но мы же не даемся. Мы против этого. И у нас такой вот. Ты посмотри, какой позитивный флаг у нас висит на флаг Штопе перед Томторой. Красный флаг. Флаг победы. Мы, нация победителей, мы победим любую черную, коричневую, любую чуму. И даже своих предателей всех мы увидим на чистую воду, и они от нас убегут. Поэтому все будет хорошо.